Этот выпуск новостей с колёс будет посвящён поддержанным автомобилям. Которые, как правило, дорожают крайне медленно. Однако нынешняя весна полностью изменила это правило. Только за первый квартал автомобильный Second Hand прибавил от 20 до 50% цены. Но это только финальный рывок. Машины дорожали весь год. Последние 12 месяцев принесли подорожание от 39 до 75%. Такие выводы сделало агентство Russian Automotive Market Research, аналитики которого просеяли объявления, опубликованные на топовых классифайдах и сайтах автодилеров. Лидером по росту средней цены стал Kia Sorento. За поддержанный трёхлетний кроссовер нынче просит больше 4 миллионов рублей. Это сразу на три четверти больше прошлогоднего ценника. Но почему так, если новый Sorento официально подорожал скромнее бэушного? В этом виноваты дилеры, которые давным-давно отошли от рекомендованных представительством цен. Вот пример. Новые SUV продавцы должны предлагать клиентам по цене от 4 до 5 миллионов рублей. Но по факту минимальный прайс — почти 6 миллионов. Среди поддержанных кроссоверов также весьма заметно прибавили Hyundai Tucson и Volkswagen Tiguan. Оба теперь стоят больше трёх миллионов. То есть прибавка превысила 50%. В сегменте некогда бюджетных малолитражек таковых больше не осталось. Скажем, трёхлетний Volkswagen Polo сейчас встанет покупателю дороже полутора миллионов. Последний бастион доступных автомобилей — Lada Granta — тоже пал. За год вазовское семейство потяжелело на 60%. Так что теперь за трёхлетку просит около 800 тысяч. В абсолютных цифрах сильнее других прибавил кроссовер BMW X5. Нынче такой SUV стоит больше 9 миллионов. Итого плюс 3 миллиона за последние несколько месяцев. По идее, такие ценники должны отпугнуть покупателей. Но нет. В марте, по данным агентства Autostat Info, продажи на вторичном рынке выросли на 8%. Так, рост перепродаж иномарок составил 10%, опередив таким образом общерыночную динамику. А российские машины расходились на 4% лучше, чем годом ранее. В общем, цены выросли, а ажиотаж остался. Но сколько продлится такой перегрев на рынке бэушек, сейчас не берётся прогнозировать ни один аналитик. При этом своих владельцев умудряется находить самая разная техника, включая аварийную и праворульную. Кроме того, растёт и количество желающих подзаработать на ажиотажном спросе. Так, среди перекупщиков сейчас трудится порядка 220 тысяч человек. В прошлом году эта цифра не превышала 160 тысяч.